как ты попала вообще в общество пятидесятники были нет это знаете это просто девочки вот наши девочки русские здесь в ливане то вот я живу в ливане они собираются дома домашняя группа они никак себя не называют просто евангелисты то вот но в церковь они ходят скорее всего харизматическая потому что так как я понимаю не все протестанты говорят на языках практикуют говорение на языках сейчас конечно да ну очень много это распространено ну вот среди протестантов как бы она говорит отмечается что харизматы они вот против практикуют говорение на языках я ходила в церковь к пятидесятникам где-то три раза четыре раза когда я начала только и в принципе ну там я всего лишь три месяца где-то пробыла и то я три месяца пробыла не не постоянно посещая группы не постоянно посещает церковь что первых муж был против у меня ортодоксальный христианин ливане католики ортодоксы дальше вот так то есть мы православный по нашему здесь ортодокс называется вот он был против просто там они настраивают в таком плане что будут препятствия вот и открыла для себя бога то что сейчас весь мир будет против тебя ну как высота надо восстанет будут препятствия чтобы ты не ходила в церковь чтобы не посещала группы все ты должна бороться с этим ну не призвать что прям бороться так ну как духовно побороться то есть если муж меня попротив то значит ну как лука бы его там настраивает и ничего не просто от нашей жизни без промысла божьего я бы может быть и не пошла бы в православную церковь может быть господь это знал и сделал так что когда вот мне нужен он мне был очень нужен ну рассказать да это всю историю рассказать сначала почему я нужен что со мной вообще произошло и поэтому как бы у меня просто для меня это было как будто случайность что я встретил этих девочек на самом деле конечно тобой не случайность я туда я пошла как бы я покаялась я приняла христа своим спасителем начала читать евангелие да а потом когда вот нужно было время у меня повернул нужно нужно сторону обратно так сказать да ну не обратно а туда я была в 12 лет крещена православной церкви и все же на этом все закончилось познание бога и причастие к нему вот так получилось когда я вот и вышла замуж 11 лет назад переехала в ливан принципе ну я нормальный человек я там психически не больной человек в принципе очень доброжелательный так ну любила людей но я не знаю почему получилось у меня как бы отношения с мужем изначально не очень так были хотя он тоже прекрасный человек ну знаешь металлитет это вот все-таки новая страна и непонимание были конечно если бы я знала в то время бога конечно у нас бы изначально построились отношения по-другому но так как я бога не знала я я брала с своим русским характером все то есть таким нажимом напором и и довелась до себя такого состояния конечно этого я впадала в грех агрессии и довела до себя до такого состояния что ну лукавые на бесы ко мне подошли очень близко уже начали как бы но они не не владели полностью моим сознанием но я четко осознавала что что-то со мной не так происходит и в духовном плане я стала очень агрессивной я стала меня стали появляться мысли самоубийстве потом это дошло того что я уже мысли и четко не мои то что там ну если ругаясь мужем надо вот покончить с этим таким путем ну как бы лишить его жизни например да ну то есть я я не хочу этого у меня этого желания но мысли постоянно таки навязчивые мысли да как бы потом уже и на детей это перешло я понимаю что со мной что-то происходит и ну а не знала что делать я там пыталась какие-то успокоительные пить что-то еще но ничего конечно не помогало и когда я уже дошла наверно до последнего я тогда конечно понимал что есть бог я даже обращалась к нему верила в создателя но для меня это было больше как наверное как вот есть какой-то разум мировой такой наш создатель не не вникала ни в библию ничего совершенно ну хотя молилась там очень аж снова да но все равно подсознательно мы-то знаем правду нас тянет к правде и вот когда я взывала господу ну вот он меня так повел что я встретила этих девочек я начала ходить на группу я в первый же раз когда попала на группу прочитала молитву покаяния приняла христа своим спасителем это как вот они говорят да мне сразу же легче стал я помню что мне ну вот оля как бы создатель этой группы проповедника этой группы она мне сказала но не то я не только я там была одна но вы девочки что вот семя посеяно теперь как взращиваете да что есть даже если вы не осознали полностью еще ничего но уже как бы вы так признали в молитве да что теперь вот народа читать евангелие ходить церковь молиться общаться с господом в таком вот плане я помню да что-то говорила у меня у меня один день был такой что мне я уже давно забыла там как улыбаться как чувствовать радость какую-то просто же вышел на там на улицу солнце светит тебя от этого хорошо да ты всех любишь вот у меня был такой вот день нет я тогда поняла что вот она как бы я чувствовала как будто бога как бы я не вникала в то что там протестанты депротестанты это было буквально соответствие же был вот я пришла и нашла людей и господь и они подсказали как найти господа ну что такое ощущение нет конечно но я да я доверяла им я думала что они знают они знают все истина и то же самое происходит и буддизме и у кришна и это происходит вот допустим сегодня в сибири есть секта сергея торопа да который выдает себя до христа второе пришествие господа ты посмотри там какие светлые лучезарные смиренные люди вот ну три года назад я думаю тогда уже информация доходила об этом не думала думала вот я хочу сказать что у меня пошли тогда сомнения сомнения при том что протестанты мне говорили что это нормально да что сомнения будут ну ты держись там в истине не отходи от истины я начала изучать да я читала чуть-чуть про буддизм я даже читал про мусульманск ну коран там чуть-чуть изучать даже исторические какие-то документы что как будто ну искать доказательства для себя да а был ли христос на самом деле вот они учат так вот через какое-то время ты должна креститься по нормальному так сказать как они крестятся это погружением в воду полностью три раза я сразу согласилась потому что меня как-то это захватило я хотела вот 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 все познавать бога служить ему вот потом они что хотят чтобы ты принял духа святого как это происходит приходит пастор с церкви проповедуют все потом значит он молится потом он подходит дует на тебя сделать выдох такой да 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 вот и ты принимаешь духа святого от него то что ну так как он считает что в нем там есть святой дух да и он вот таким образом кому-то передает его и ты должен сразу же говорить на языках он тебе говорит давай 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 пытайся говори там хоть что-то бормочи в таком плане на самом деле на самом деле было смешно с одной с одной стороны с другой стороны я хотела искренне поверить что это так что я очень хотела иметь духа святого вообще не понимала что происходит и что это такой как кто такой дух святой да и как вообще можно его стяжать ну я верила я верила что да ты что-то пыталась ну да пыталась но дело в том что у меня с детства есть такое я могу пародировать языки говорят а как французский английский для меня было так это легко я хоть на древней арам ивейском могу говорить ну понятно что это настоящее поэтому для меня это было легко я думала да наверное оно и есть вот опять же потом они говорят вот что ты должна общаться через духа святого с господом ты должна слушать себя получать ответы на какие то вопросы там задавать вопросы молиться и тебе будет идти ответ ну так как я была уже одержимая этими духами да которые со мной так играли да умысленно но они конечно же свою тактику поменяли зачем ну раньше же я была не не искала господа да они полностью владели моим сознанием чтобы это так сказать проявляла ненависть своей семье а сейчас так как я пыталась от них уйти как то чтобы освободиться они поменяли тактику и перемаскировались от духов света и начали как будто вот разговаривать со мной как будто как дух света ну я думал что значит дух света наверно со мной разговаривает мысли то были какие то даже иногда бывали какие то такие вроде как ответы но я сейчас понимаю что это не так и вот значит в один день я рассказывал да вот видео димы что я ну что-то не станет была одна и что-то размышляла о чем-то наверное и почувствовала какое-то наполнение в грудной клетке как будто ну я не знаю ну что это было я не могу конечно сказать было ли это на самом деле что-то какое-то физическое прикосновение ко мне или ну не знаю но я почувствовала физически что какое-то наполнение как будто что-то входит и значит опять вот эти вот как разговор в моей голове что читай евангелие то есть ты слышала в своей голове вот такие голоса ну не как голос это мысли мои мысли то есть там нет голоса нет 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 не то что когда потусторонний голос говорит да чужой там ускорен что нет мои мысли но они такие четкие что как будто ну ощущается осознается что не от тебя исходят не просто там какая-то мысль пробежала такие как вот как сигнал ну послание да вот мыслать так что надо читать евангелие я начала читать евангелие но у меня уже было такое состояние как бы возбужденное чуть-чуть я думаю ой наверное дух святой там ты меня посетил снизошел что конечно мне это было так тревожно ну я начала читать конечно же ну я там прочитала буквально немножко и меня сразу переключилась мысль что надо молиться вставай надо молиться я встала стою посреди комнаты ну и сама с собой разговариваю как будто с духом все это спрашиваю а как мы что молиться как молиться он говорит отче наш я начинаю читать отче наш и опять же голос ну вот этот голос был такой не один раз я не знаю может быть вот этот голос может быть он был ну и не от духа слова потому что такое было что сейчас будет что-то происходить но ты не бойся и почему-то я очень доверилась этому вообще я трусишка я боюсь вот этих всех потусторонних таких моментов потому что с детства у меня были посещения и во сне как бы я чувствовала страх по ночам сильный я боюсь я всегда пытаюсь сразу отключить как бы сознание от этого страха но в этот раз мне было вот какое-то доверие как будто я доверилась именно вот этим словам не бойся что сейчас будет происходить ты не бойся и сразу же когда я почему-то подумал что я буду что-то видеть сейчас ну я была в такой прелести что я подумала что сейчас она ангелов и сразу же после вот этих слов мое сердце стало хотя я не была физически возбуждена то есть я не волновалась в мое сердце начало очень быстро стучаться все каждая секунда и быстрее и быстрее и быстрее до такой степени быстро но просто это физически я не знаю как оно выдержало оно стучало вот реально вот так стучало и кровь начала конечно же наверное это нормально по физическим там с моих конечностей поступок ну качаться как бы да вся переходить вот к сердцу наверное но там как будто ощущение было что собралось вот у грудной клетки все то есть энергия да 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 вот что-то вот такое вот а в животе начало как хождение что-то ходит в животе ходит такое прям чувствуется какое-то энергетическое а перед этим девочки еще говорили там свидетельство да что как исцеляются например есть дух непрощения у человека есть дух там обиды есть дух какой-то еще и что вот все болеют непонятно что все вот эти вот это от того что у нас есть духи и можно исцелиться если там просить если молиться что Господь исцелит именно как бы выйдет этот дух из тебя и я наверное подумала что вот у меня есть эти духи и они сейчас сейчас Господь мне хочет освободить от них значит с моим темным стали происходить такие изменения может конечно они если на меня смотреть и не было но я так чувствовал что у меня как три оболочки какие-то появились как будто я как-то расплываясь в пространстве мое тело голос начал меняться руки начали подниматься вверх что-то как-то ну глаза там что-то не знаю я уже не могла говорить полностью молитву я только две строчки первые могла произнесить и как-то такое состояние то есть я не боюсь ну жду чего-то жду ничего не происходит никто из меня там не выходит ничего я не знаю что делать как бы остановиться или продолжать или как и я так на не сгибающихся ногах пошла там помощница у меня была в соседей комнате пошла к ней и вот когда я открыла дверь она меня увидела она закричала а потом я спрашиваю а как я выглядела говорит ну я не знаю но лицо было не твое глаза какие-то стеклянные не стеклянные не твое лицо и она говорит когда ко мне дотронулась а меня как током ну ее ударило от меня она испугалась как бы воскликнула сначала к нему подошла села к ней на кровать ну а говорит а не могу с ней у меня вот это вот как пластинка д д д д д д д д д очень нашу вот так вот послушай вот ты именно просто есть предание в житиях как раз вот именно эти духи они заставляют молиться этой молитвой но они понимаешь как человек не договаривает то есть он очень наш а дальше ну и как бы останавливаются на том то есть не обозначают вот сущи на небесах там допустим пропускают тогда они да они заставляют молиться но не полностью отрывки раз вырывая этой молитвы такое было у тебя да? ну когда я начала я говорила полностью молитву наверное раза два три я ее полностью произнесла может быть два а потом да началось вот такое что я уже не могла говорить полностью оно как автоматически из меня выходило даже мне кажется как будто ну как открывался но я ничего не делала при этом оно само как будто говорилось именно ну вот этот не полностью молитва первая строчка да и потом она меня пыталась обнять она потом не сказала что от меня как током ее чуть-чуть потом значит я прекратила молитву и там позвонила моей подружке спросил там что что мне делать то что она как бы давно уже выходила в церковь ортодоксальную вот православная верующая когда ты отошла ты сразу позвонила этой подружке да вот пока она ко мне собиралась я попыталась еще раз думаю может быть надо все-таки себя заставить ну как бы может быть я сейчас освобожусь потому что мне нужно больше сил я начала молиться вместе вот с моей помощницей она была филиппинка но тоже они католики христианка мы стали вместе молиться и тогда у меня начало трясти вот как в фильмах показывают я сидела а у меня руки поднялись и стали да трясет сильно никогда такого не было то есть она себя реально ощутила все вот эти вот не знаю бесноватости это конечно ну беседе я помню кто из вас говорил не помню что бесы они как бы открываются да их можно легко распознать они же они же настолько замаскированы в человеке что именно в этом их и силы что их очень сложно распознать а здесь понимаешь тебе господь видимо дал открыто открыто показал тебе этих духов видимо в этом весь промысел конечно вот да я тоже подумала почему я говорю что божий промысел был чтобы я попала в эту группу потому что я бы может быть без этой группы даже никогда бы ну не не обратилась по господу да ну как я к ним конечно обращался спасение потому что я ощущала что сам я или с собой покончу или что-то сделаю если да господь мне не поможет и вот меня господь повел таким путем очень мудро на самом деле я то понимаю что мудро потому что я бы со своими своими страстями я бы не пошла просто так в церковь православную если бы пошла так бы наверное из нее ушла или понимал бы по другому вот то что ходить свечки ставить например так в таком плане а у меня начал открывать именно всю духовную жизнь путь дальше дальше что начали у них реакции какая была ну все у меня уже просто нормально все нормально ты живой да да они мне говорили что это нормально что господь хотел освободить почему ты сразу побежала там по церквям не знаю там по священникам надо было к нам прийти мы бы тебе помогли ты бы освободилась и я металась я еще наверное месяца два металась между ними и православия я не понимала как бы еще я просто тогда начала изучать начала смотреть проповеди я начала читать святых отцов про прелесть мне стало все понятно со временем я начала утверждаться в том что нет они не правы ну конечно были иногда такие сомнения потому что протестанты они очень как-то умело это все преподносят всю жизнь христианскую такой заманивая что у тебя будет все должно быть у тебя хорошо господь освободит от всех болезней ты будешь иметь святого духа и ты чувствуешь какую-то свою такую всемогущество всемогущество да что вот я смогу да я смогу там ну даже вот я вроде как добрый так сказать человек у меня были раньше там идеи помогать миру помогать там людям и смотри как они эти духи тьмы надо мной играли они мне раньше еще до того как я обратилась к господу они мне говорили а давай ты будешь экстрасенсом вот такие мысли у меня посвящали мы тебя научим будешь экстрасенсом будешь помогать людям да каждому человеку свой подход какие страсти такие бесы так они себя и ведут вот потом когда я начала вот это обдумывать слава богу что я не пошла на это я пыталась я как-то вот пыталась что-то там они мне говорили так же как вот встань где молиться а тогда они мне говорили ночью я лежу на кровати иначе мне мысли в голове что давай сейчас будем общаться с умершими людьми мы тебя научим как а я испугалась сначала я захотела потом мне страшно стало сразу страх находит я испугалась и сразу все такая ну отказалась как бы сама для себя вот и когда я значит вот начала свой путь к господу они начали таким ко мне подходить путем что будешь иметь платы сестого духа дары будешь помогать лечить людей ты же хотела помогать вот будешь помогать та же тактика одинаковая тактика ничего не меняется только тогда они не маскировали себя под духов да света а сейчас начали маскировать ну тактика та же самая вот они видят слабости человека да у кого-то там такая-то страсть у кого-то такая-то у кого-то гордость а я вот хотела помогать людям будешь помогать только слушай нас мы тебе все дадим да вот как когда сатана христа обольщал ну вот пытался что так же с людьми то же самое тактика я потом начала когда анализировать думаю господи как вот все на самом деле легко и просто если просто знать вот да писание евангелие жить этим я на определенное время прекратила общение со всеми ну так по телефону могла там сказать как дела все хорошо что-то они пытались там меня спросить я говорила ну как бы все хорошо ну да как-то они хотели встретиться я встречалась тогда я уже там убеждена была в своей правоте и пыталась что-то конечно ничего не знала нормально по-нормальному не могла объяснить но пыталась что-то там объяснить их ошибки там свою правоту ну конечно постоянно когда мы встречаемся они мне так хотят поговорить ну как у девочки вроде как смирились все хорошо там ты все равно тебя есть это оля говорит ты получила у нас святого духа приняла тебя есть уже дар это не дарья как плоды она говорит что хорошо ты выбрал свой путь как бы иди но всегда мне говорит но не молись только вот там богородицы не молились да святым когда человек со всеми своими страстями хочет ну пытается да прийти к богу выбрать путь и когда он попадает в такие группы харизматические там может быть протестатистские группы они не понимают что нужно сначала бороться со своими страстями надо очищаться сатана и придет понимаешь под лозунгом любви я люблю вас он скажет люди вы дети мои я вас так люблю он даст такие благодеяния миру разрушит вот эти все все царства все вооружение на земле направленные друг против друга он даст людям все блага все средства которые были разнаряжены на вооружение мира они пойдут на благоустройство людей представляешь какие блага люди получат кто же его сможет тогда отвергнуть если сегодня как легко определиться протестантизм ищет жизни жизнеустройство с помощью Иисуса Христа на земле ну да православие православие исповедует отвергнение себя полностью не люби мир вообще ничего то что в мире не люби протестанты это отвергают поэтому это кардинальное как бы различие между нами если человек этого не поймет то есть ну опять же здесь заключается вероучение очень важное понимание вероучения что ты принимаешь а с вероучением ты уже принимаешь Бога да если ты не берешь Христа своего а хочешь идти исцелять все народы живущие на земле Господь сам Христос сказал что придут много Христов и много пророков и многих уведут за собой многие уверуют поверят им даже избранных кому дано от Господа даже тех они соблазнят одним из самых больших соблазнов абсолютно любой сегти является то когда они называют себя святыми то есть наверняка слышала они говорят мы знаем что мы все святы мы рождены от Бога а рожденные от Бога не грешит и лукавый не прикасается к нему вот они этим стихом легко манипулируют называют себя святыми но они обольщают себя потому что здесь речь идет о грубых плотских страстях вот как раз когда они знаешь вот я бросил пить там курить там вот но не эти грехи страшные конечно это страшные грехи одни но это любой здравомыслящий человек понимает что он вредит себе и своему организму тут ты должен уже по плоти то есть своим мозгом осознать что пить плохо курить плохо блудить плохо это все плохо то доставляешь это как свои плоти так и плоти ближних своих неудобства какие то сатана же он работает на более глубинных порогах когда человек вот именно обольщая себя да конечно ну вот я говорю какими страстями ты приходишь к богу да если мы не будем от них избавляться они будут играть против нас этими будут эти бесы пользоваться вот пример муж моей подружки которая говорила изначально когда он покаялся и как бы принял духа святого они поехали в нигерию на вот эти огромные когда собираются стадионы там какой-то проповедник да его значит как рассказывала моя подруга вышел на сцену ее муж до того как началось доходил по сцене и значит говорил дух святой выбери нам самые лучшие первые места после сцены представляешь какая у него гордыня была он пользовался для него дух святой это было что-то такое я хочу ты делай magic такой магия да ну то есть до какой скепи сейчас конечно нет сейчас она сама рассказывает все вот это вот смиренно сейчас когда ну раньше позволял вообще как-то дерзко может какие-то моменты разговаривать с господом сейчас это все ну она сама говорит это то есть я рада за нее конечно что это приходит осознание с какими страстями к Богу приходит человек или он избавиться от них слава Богу или эти страсти будут играть против него если бы Господь меня да не отрезвил не повел то может быть я не знаю что сейчас было бы со мной потому что когда я смотрю видео тех же харизматов когда они разговаривают на иных языках как они беснут ну это же реально они беснут я сама это знаю на себе это ощутила я тоже думала это дух святой и меня освобождает и что там от Господа ну это беснование и когда нет никого кто может ну сказать направить да а может все таки каждый случай ну вот каждый человек не говорит о том что вот все баптисты вот может быть ответственность несет ему пастырь священник который проповедует а люди которые ну по незнанию своему например но если ты с чистым сердцем если ты искренне любишь Бога да живешь по Божьим заповедям не делаешь греха ну если делаешь каешься разве может Господь осудить за то что ты ходишь в такую церковь а не в такую церковь как ты думаешь посмотри а разве можно полагаться на это если допустим мы знаем предостережение Господи вот то есть Господь если предупреждает нас он говорит нам держаться путей древних то есть не надо отделяться никуда как и написано в Писании что найди путь древний стань на него видеть а мы видим путь древний какой вот секты в России они появились в основном вот с 90-х годов когда из Америки вот эти пришли проповедники да может быть они сделали дело хорошее они рассказывали людям о Боге они разносили Евангелие которых тогда не было еще в России это хорошо но вместе с этим они принесли ты посмотри что сегодня творится тысячи миллионы людей просто вбаливаются вот в это и кто знает я не знаю как будет судить Господь конечно конечно есть желание чтобы Господь их помиловал но опасно быть на этом пути мы это конечно если мы знаем путь мы не должны конечно с него сходить и по возможности другим людям о нем рассказывать но если человек не знает ведь тоже в Библии сказано что не буду говорить потому что не помню точно как ну как я понимала эти слова что вот знающий закон то есть знающий истину истину вот будет судим по как бы закону да по Божьим заповедям да как Господь нам полагал нет это не об этом это не об этом говорится это говорится о людях допустим которые не слышали Господь сказал дано всем народом всем племенам мы знаем Господи но есть люди которые понимаешь которым просто не дано принять Бога от Христа вот возьмем допустим какие народы вот сегодня китайцы им ну совершенно им невозможно донести понимаешь потому что это люди не религиозные они по своему менталитету не религиозные их интересует только земля только работа ему больше в жизни он просыпается и работает до тех пор пока с ног не свалится это его менталитет и никакая больше веры ему нужна ему нужны только деньги для чего прокормить себя и семью вот а таких люди есть племена до сих пор где-то еще есть отдельные племена на островах которые людей вообще к себе не допускают то есть они если видят лодки приближающие они забрасывают этими камнями копьями как им проповедовать будешь понимаешь на этих людей будет особый суд эти люди будут судиться по совести вот об этих говорится и да я согласна но смотри опять же господь не всем открывается ведь даже протестанты там католики не имеет значения что кому-то когда он открывается они переходят в православие эти люди а если он хотел чтобы все перешли в православие да потом всем открылся господь вообще них не хочет чтобы они переходили не православие он не хочет чтобы они теряли учение понимаешь есть лодоченьис есть один бог он не каш是不是 а не пусть чтобы они познали выражать так языком имею ввиду то, что ты говоришь может быть на самом деле кто-то спасет, ну как я по себе знаю мне Господь дал такой путь сначала попасть в эту группу а потом вернуться в истинную церковь но может быть у каждого на самом деле такой вот путь по-разному идет размышлять вообще, нам даже по этому поводу размышлять не надо нам четко надо, знаешь, исследовать в Писании просто Слово Божие потому что судиться мы будем именно по Слову Его именно это не то, что Господь придет и будет показывать Христом всемогущим указывать этого туда, этого сюда, этого туда то есть мы сами обличимся то есть по Слову это Слово, оно как бы будет на суде над людьми и все будут видеть это Слово и будут понимать, что они приступали Его ну хорошо, смотри если, например, брать православие ведь большинство так сказать, православных людей они совершенно не христиане знаешь сколько они не живут по заповедям Божьим 99,99% не христиане то есть сегодня православие единицы ну да но они также будут судиться даже пусть они и ходят в православную церковь они будут судиться как язычники эти будут судиться как еретики понимаешь, то есть они нарушили то есть они приступили в учение и внесли свое в учение а эти люди они, им не дано не знаю, Господь эти люди так вот и не знаешь как сказать какое худо горе больше так или так может быть протестант какой-то он еще получше чем как получше он судит как еретик а еретики они это осуждение по большей степени то есть еретик ну если по простому он на самый дно ады идет он вместе с блудодейцами вот с этими идет там ну вот как бы с мужеложниками то есть они туда идут вообще а как понять что я, например, не еретик ну какие есть параметры этого я вот пытая троица символ веры научишь и все тебе не надо ничего придумать ты учение не приступай нигде и все древнего учения вот у нас на Руси тысячелетняя история да вот у нас множество святых у нас множество прославленных людей за тысячу лет которые просияли можно сказать одним словом то есть люди видели их святость уже при жизни понимаешь от них осталось предание в нашей церкви ну просто не отходи от этого пути и все где-то что-то новое где говорят а ты говоришь а у нас не так а у нас вот так и все нет конечно нового-то да но в плане то что ну не знаю и никогда никогда не ошибешься но это то что это то что касается пути учения Божьего но есть еще и личные отношения с Господом со Христом нельзя быть допустим в учении да и спастись для Бога важно наше внутреннее состояние в нашем внутреннем человеке его поступки по отношению к людям ближним да научились ли мы прощать людей нас сегодня обозвали так и так да мы на него три дня мы же и тридцать держим такую верю что и не можем забыть никак вот что для Господа важным самым является ну да я беру за основу своей жизни сейчас не очень с давнего времени на стене открылось что жить по заповедям Божьим это первостепенно то есть как-то сначала я думала что надо больше именно выполнять какие-то как и ритуалы в плане церковь там посты ну не знаю как это ритуалы понимаешь вот в беседе вы как бы ну на чем настаиваешь что ритуалы это все а ты представляешь вот если бы допустим я дальше тысячелетняя история не буду ходить вот понимаешь эти ритуалы они как бы привязывают человеку потому что человек по плоти по своей по своему мозгу вот такому тупоим мы не можем как бы нас вносит из стороны в сторону потому что духи у нас такие постоянно то одни то у нас настроение меняется каждую секунду вот и чтобы человека по плоти привязать нужны вот эти ритуалы чтобы человек каждый раз шел к своей кормушке к этому я согласна я тоже это анализировала вот смотри если вот это вот так бы начали в первом веке выступать а нам ничего не нужно сегодня было бы не 20 тысяч а сегодня было бы 2 миллиона наверное а может быть у каждого человека была бы своя вера уже да я тоже думала над этим у меня такие же мысли были что у меня тоже идет внутренняя борьба ну как и у всех они же до сих пор лукавые пытаются с пути сбить и что да ты знаешь у меня тоже так же мысли были что если нет этих ритуалов тогда не будет собранности церкви да тогда будет на самом деле каждый кто налево кто направо ритуал одевается ну а зачем ты делаешь ритуалы исполнишь ты вставай и иди какой есть сразу на улице выходи иди по делам ты своим что у вас тепло там зачем у меня тоже были метания насчет церкви вот как часто надо ходить в церкви обязательно для каждого воскресенья просто у меня нет возможности из-за маленьких детей они ну сам понимаешь они не любители в церкви поэтому каждое воскресенье как бы я не хожу конечно но такие были метания и я начала анализировать вот а как без церкви просто тоже много там смотрела что без церкви если и я вспомнила себя мой первый опыт духовный в церкви я была крещенная но не ходила никогда в церковь и я грестила свою племянницу была крестная мама были мы в Когалыми в городе и там прекрасный монастырь есть и я пошла на следующий день чтобы причастить четырехмесячный ребенок да нужно обязательно отстоять литургию да причастить конечно мы пришли под конец литургии потому что мы не знали вообще ничего причастить я даже не знала что там делать смотрела как люди делают но когда я туда зашла я сейчас понимаю что со мной было я все время я хотела плакать я ощущала такую на себе благодать Божью такое умиротворение такую любовь я потом вышла я не хотела оттуда уходить и когда я вышла я потом еще весь день была в таком состоянии и сейчас например в Ливане есть очень много монастырей очень древних монастырей которым полторы тысячи лет да вот с четырех с пятого века там и когда вот ты приходишь туда ну я не знаю не буду там уговорить что именно это там чувствуется благодать и тебя постоянно туда тянет тянет ты чувствуешь что ну они это святые места я не могу сказать потому что это тоже тема когда разговариваю он говорит что ну как бы святые места может быть он не принимает как святые места но я я я почему-то ощущаю мне есть у меня такое есть энергия да но это не в нашем учении опять же говорить о каких-то энергиях но это даже о местах это легко знаешь чем даже как бы объяснить не говоря уж там мы приходим в дом человека разных людей мы чувствуем уже энергию этого дома этого места вот какие люди там живут мы уже ощущаем так же и в любом месте и об этих вещах нельзя просто сказать а это не святые там места или святые ну можно их называть святыми да ну конечно у этого есть какой-то более глубокий смысл конечно если там если люди которые молятся постоянно Бог и у которых постоянно чистые мысли конечно это место оно будет чем-то наполнено особым вот нежели когда зайди там в какой-нибудь трактир с пивнушком какой-нибудь где люди пьют пиво да совершенно другие ощущения и вот когда я думала о том что а нужно ли посещать церковь потому что были значит вопросы я не понимаю там ничего тут люди тоже бывают относятся может быть смотрят если маленькая деревушка и были такие борения во мне но всегда было осознание что ходить в церковь надо и надо а зачем непонятно да не могу сказать что вот прям не знаю ну ну смотри я лежу я ни разу за 15 лет в церкви я был в храме ну да для меня что такое церковь что такое храм это собрание людей вот возьмем вот первых крестьян да они собирались вообще где-то в катакомбах там по несколько человек вот когда уже были у них кресты иконы как прообраз того сегодняшней церкви в простую пещеру пришли люди зажгли пакелы там или свечи не знаю что было поставили крест и все и они просто говорили о Боге и во время этого говорения происходило хлебопреломление вот и когда они преломливали хлеб и брали вино на эти хлеб и вино сходил сам Господь то есть православная вера так и верит что мы вкушая хлеб и вино мы вкушаем плоть Христову которая очищает нашу физическую плоти и все вот эта литургия она по сути понимаешь она конечно имеет свое значение но основная часть всего это конечно причастие то есть ради причастия ради таинства это все устраивается ради крещения ради семи таинств вот венчание без которого но сегодня русский человек себе не может представить ну по крайней мере и всегда это было тысячелетней историей венчание как не а вы венчались все же всегда спрашивают а вы венчаны вы венчаны у нас уже понимаешь вот это православие оно у нас кровит без него я не представляю я не представляю как русские люди принимая вот другую иную веру это же становятся не русские люди это американские люди ты посмотри они даже они говорить начинают по-иному вот в собраниях у них уже преобладает американский акцент они по-другому ведут у них жестикуляция другая совершенно вот меняется дух человека вот а если тебе произошли духовные перемены они все по плоти очень отображаются и духовные люди это хорошо и сектанты я с ними общаюсь я не знаю уже лет пять так тесно да больше лет семь наверное я уже даже вот по письму вот они начинают первые строчки писать я уже вижу кто это пятидесятник баптисты и свидетели иеговы понимаешь вот такой вот такой дух у людей такие духи и вот нам нужно просить у Господа как раз о даре развлечения духов мы должны очень четко различать добро от зла жертву Господу сам Господь повелел книги бытие книги исход книги чисел Господь есть десятки мест где Господь повелевает приносить жертвы за грех и причем за определенный грех должна быть своя жертва вот и написано что Господь обоняет вот дым этой жертвы и ему приятно но сектанты видишь как они некоторые люди неправильно понимающие они как бы что это там за сатана такой который радуется вот этим сожжением животных да было бы это чудовищно вообще видеть вот это все что когда в первых храмах иудейских когда проходили жертвоприношения об этот храм стекалось более миллиона народов из Израиля из окрестных городов представляешь что все эти люди приносили и приводили голубей там посовец кто-то баранов быков и священники ходили по щиколотку в крови то есть храм был залит кровью и это вот сейчас толкует что это не бог написал в ветхий завет а сатана но для господа все это для бога понимаешь животинку эту ее зарезали а ее господь тут же подхватил на свои ручки понимаешь душу этой животинки потому что каждое животное имеет душу и все она у него бегает уже по зеленой травке но он вдыхая вот эту вот приятность от все сражения он вдыхает именно человеческое приношение человеческую человеческую жертву когда человек отрывает себя лучшее приносит богу вот этому радуется господь приношение ну да вот сейчас ты мне сказал на самом деле как мы отрекаясь ну что-то принося в жертву например я не съем вот это вот самое вкусное пост я откажу от этого да то есть я не съем этого лучшего барашка отдам его понимаешь у людей совершенно другое отношение было этим дарам мы сегодня превратно все это понимаем вот а наши жертвы сегодняшние это дух сокрушенной и смиренной то есть мы друг друга сегодня должны прощать и вот за прощение друг другу мы приносим жертву Господу вот эти все сожжения которым Господь радуется ну вы вы но не вы 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 Продолжение следует...